А вот это, ребята, посмотрите, вон там, видите, ничего не видно, только фары от автомобиля. Вот это страшно загазованный, конечно. Пусть Каменогорск. Такое бывает, особенно сейчас, когда начинаются морозики. Будет чаще. Ветра. Нету ветра. А написано, что туман. А он мятежный. Ну, понятно, туман. Но, извините, я сейчас лично на себе вот сейчас вышел. Мы включили, поставь зеленую лампочку вот эту. Это называется забор воздуха из автомобиля. То есть мы то, чем дышим, мы этот же воздух не отдаем в окружающую среду. Потому что из окружающей среды там... Вот оказывается, пока молодой человек, он этого не ощущает. А потом, я думаю, к родителям моим, вот дачу Тарханки, когда строили, они говорят, надо бежать отсюда. Ну, в смысле, не совсем бежать, а так частично. Я думаю, какая разница, все везде одинаковый воздух. Но вот 50 где-то 5 начинается это понимание, если честно. Значит, уже иммунитет ведь тот чувствительно сильно возрастает. И вот такая вот реакция на этот газ. Но, если у вас домик есть за городом, ребята, то проблем нет вообще. И не работать на страшных наших предприятиях. А тут не видно ничего. Это промзона наша в городу Скаменогорска. Ну, вроде получше стало дышать. Может, правда, туман, конечно. Хотя, меня терзают смутные сомнения. Ну, хоть не пахнет тухлыми яйцами, как там возле Костынка. Уже хорошо. Уже здорово. Ну, вроде дышать еще более-менее возможно. Нам должны вообще бесплатные какие-нибудь противогазы выдавать. Ну, не противогазы, а вот такие, которые носят эти же, которые красят автомобили. С фильтрами, масками. 1 декабря, сказали, будет действительно теплая зима. Раз в 20 лет. Ну, это правда так происходит. Прям как летающие тарелочки много. Летающих тарелочек на голубом фоне. 1 декабря надо запечатлеть. Это фантастика. Погода, как будто бы весна. И что мне вот это испортило весь мой видеоряд. Сейчас небо вам сниму. Хорошая стрелка, но. Наш артыш, который не замерзает. Никогда. Вот где надо хозяйство форелевые всякие, садковые здесь сделать. Хотя бы с того берега. В Красноярске, кстати, так и сделали. В черте города. И возить никуда не надо. А, ну, единственное, может быть, какую-нибудь от Рауса лифт. Хотя вроде тут Касцинк там все ниже сливают. Что-то смело можно. 1 декабря. А небо, как будто летнее. Ну, и, соответственно, видите, дороги какие. А небо, как будто летнее. А небо, как будто летнее. 5 декабря у нас началась, наконец-то, зима. Сейчас там Европа плюс. Все там радуются, что зима. Как читаю, я была сегодня плюс 2, завтра будет минус 20. Не, не этому радуются. Ну, мы не радуемся. У нас тоже будет минус какой-то, да, завтра большой? Ну, против всего Казахстану как бы. Холодание идет. Ну, такой теплой зимы все равно не было никогда. 5 декабря только снег. Ну, вчера вроде как шел маленько. Ну, конкретно, может, сегодня. Ну, с одной стороны, мы ряда тоже снегу. Потому что, ну, раз зима, куда денешься? Куда не денешься? Зима, зима. А то мы резину поменяли. И целый месяц ездили шипами по асфальту. Типа и кула. Бипех вам снимаем. Его будут реабилитировать, сказали. Ну, понятно. Ну, я не знаю, дешевле было разорить и реабилитировать, или дешевле было поменять топ-менеджера. Если он даже деньги стырил кредитные, то, мне кажется, дешевле было топ-менеджера поменять. Чем таким образом вообще. И работники бы остались. И все, он бы, я думаю, переписал бы вообще на 1, 2, 3. Все, что хотят. Но это не наше волонное дело. А у нас снегопад. Идет, и идет, и идет. Мы машину остановим. Самое интересное, что вот они, гаишников, уже ждут. Ну, час. Потому что мы тут катаемся по делам в этом районе. У них, слава богу, такая. Не сильно, конечно, страшная. Но там по 1000 долларов минимум, наверное, ремонт. Если они сами не умеют. Сейчас заехали на Защитинский мост. Аж страшно. Обратно поедем по безной. Это дальше. Но, мне кажется, дешевле. Потому что там сейчас, если какой-нибудь большой груз, он там всех соберет. Мы не стали там снимать, потому что, ну, там прям жили возраст. Какая-то нервная обстановка. Вот так классно с ним прям. В лицо. В машине вот так все выглядит. Потому что постоянно надо ее протирать. И изнутри, и снаружи. Вот так с дальним светом. Смотрите, как некой красивый. Давай мы поехали в объезд. Чтобы не быть на этом мосту. Во-первых, у нас машина вот с такой горки. Вот какие же в Владивостоке горки. А там опять машины все собрались. Я не пойму, зачем они там катаются. Вообще непонятно. И мы сейчас, ну, эта горка положа, а та более-менее круче. И все, она покатилась. Хорошо, что никого не было. Хотя вроде хорошая резина. Вроде в огородниках. Нет, мы предпочитаем лучше по безлюдным ездить улицам. Чем позиции. Ну и все. На этом всем здравствуйте, естественно. На этом заканчивается у нас ноябрь. Декабрь еще будет немножко предновогодний. Потому что мы отсутствовали практически весь декабрь. Приехали только в 20-х числах. Если я использую чьи-то фото, кто участвует со мной в переписке, прошу меня извинить. Но не позволяет мне этика просто так их удалять. Вот это, кстати, Астрахань. Я учился 5 лет в Институте рыбной промышленности и хозяйства. Сейчас он называется по-другому. Там вот этот замечательный Кремль. Огромный. В центре города. Белокаменный. С огромной стеной. С защитными бойницами. Мы с удовольствием там, когда были студентами, прогуливались по Кремлю. И говорят, там много скрыток кладов.